Вода в дагестанских домах Станет чище. Около 2 млрд. рублей направлено на улучшение водоснабжения 50 населенных фруктов республики. Поэты и писатели со всей страны собрались в столице Дагестана. Самая крупная книжная ярмарка на Северном Кавказе Таркитау начала свою работу. Борьба за чемпионство – 450 тысяч рублей. Четыре команды приняли участие в международном турнире по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования прошли в Махачкале. Новый и довольно неожиданный поворот в деле арестованных членов дагестанского правительства. Так задержан и доставлен в Москву сын Раюдина Юсуфова. По информации силовиков, Вадим Юсуфов оказывал давление на свидетелей по делу своего отца. Напомним, ранее басманный районный суд заключил под стражу сроком на 2 месяца адвоката Раюдина Юсуфова Дагира Хасабова. Ему предъявлено обвинение в подкупе и принуждению к даче показаний. Около 2 млрд рублей на улучшение водоснабжения 50 населенных пунктов потратят в республике. Средства пойдут на модернизацию и строительство порядка 30 коммунальных объектов, 25 из которых ведут до конца 2019 года. Данными проектами запланирована прокладка порядка 400 км водоводов. За счет указанных мер будет улучшено водоснабжение порядка 500 тысяч жителей республики. В Махачкале начали реконструкцию центральной площади. Предполагается, что после ремонтных работ площадь станет современным и насыщенным местом для всех горожан. Здесь заменят все плиточное покрытие на гранитное. Появятся новые зоны отдыха с бесплатным интернетом, новые деревья и зеленые насаждения. Также площадь будет адаптирована под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, городские власти обещают полную прозрачности и контроль за ходом всех работ. Будут размещены информационные баннеры, на которых будет размещена информация о том, кто проводит работы, об ответственных лицах, об лицах, которые осуществляют общественный контроль. Так как мы для общественного контроля за производством работ и взаимодействия жителей с подрядной организацией привлекем общественную палату города, депутатов городского и народного собрания и других общественников. Также будет размещена визуализация того, как будет выглядеть эта площадь. Уважаемые горожане, прошу проверить понимание на период производства работы. Напомним, средства на реконструкцию площади в размере 350 миллионов рублей были выделены мэрией Москвы по просьбе главы региона Владимира Васильева. Тендер на производство работы выиграла компания «Армада». Министр внутренних дел Дагестана обручил служебное удостоверение выпускникам полицейских вузов. Отучившись пять лет в высших учебных заведениях МВД России, получив офицерские звания, они продолжат службу в системе министерства. В основном все они трудоустроены в те города и районы республики, откуда были направлены на обучение. Абдурашид Магомедов обратился к молодым офицерам со словами на путствие. Очень приятно и думаю, что это символично, что трое выпускников учебных заведений МВД – это дети погибших сотрудников. Я думаю, это пример того, что мужество отцов находит продолжение в их детях. Ну а в Дербенте открылся современный центр диализа. Он уже принимает первых своих пациентов. Это действительно большое событие для жителей города, так как открытия центра они ждали не один год. В опалатах установлены современные аппараты искусственной почки. Центр призван облегчить жизнь людей, страдающих почечной недостаточностью. Отделение рассчитано на работу в две смены. Пациенты смогут проходить процедуры круглосуточно. Торжественное открытие было приурочено к выездной коллегии Минздрава республики, на которой рассматривались актуальные вопросы здравоохранения региона. Сегодня, когда мы говорим о Дербенте и открывая данное отделение здесь, мы себе ставим задачи, чтобы данную помощь приблизить к пациенту. Когда мы говорим о дивизии, верить, жить и не сдаваться, это касается не только пациентов, это касается и нас. Часть изъя поддерживает, помочь и оказывает ту помощь, которая необходима нашим пациентам. Самая крупная книжная ярмарка на Северном Кавказе сегодня начала свою работу в Махачкале. Вот уже 8 лет подряд Таркетау традиционно собирает на своей площадке известных писателей, литературоведов и книголюбов. Все подробности мероприятия у Карины Баталовой. Программа книжной ярмарки Таркетау 2019 обещает быть насыщенной. На протяжении трех дней здесь пройдут различные встречи с именитыми писателями и поэтами. Также будут проходить круглые столы, где литературоведы и публицисты обсудят проблемы современной литературы. А уже завтра здесь планируется проведение дня национальной литературы, в рамках которого писатели и поэты будут презентовать свои книги на национальных языках. Традиционно площадка национальной библиотеки становится главной для ярмарки Таркетау. Свои стенды и полки с книгами здесь выставили издательства с разных уголков России. С представителями одного из них удалось поговорить и нам. Очень рады, что приехали, потому что мы приехали заранее. Мы уже Дагестан немножко в какой-то части посмотрели, были в Кубаче. А так мы много очень путешествуем. Книжки у нас были в Саратове, всю Тверскую область объехали, участвовали в салоне в Питерском, в московских выставках. Поэтому нас даже называют издательство путешественников. Также отмечу, что в рамках ярмарки пройдет антитеррористический форум-фестиваль «Литература против террора». А в конце здесь подведут итоги книжнего конкурса Таркетау и выберут лучшие книги в 11 номинациях. В Махачкале состоялся международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. За чемпионство боролись четыре команды – сборная России и Дагестана, Северной Осетии и Армении. Призовой фонд состоял 450 тысяч рублей. Все подробности у Хамзы Нурмагомедова. Красивые броски, переводы и сваливания. Все это жители столицы могли лицезреть на берегу Каспийского моря. Турнир в таком формате проходит в Дагестане впервые. Цель организаторов – поддерживать интерес к единоборству. Можно сказать, в таких местах, может, более как-то к болельщику ты ближе, к людям ближе, интереснее. Поэтому, я думаю, так и надо делать, чтобы люди получали удовольствие. Лучше всех себя в этот день проявили борцы сборной России. Они в полуфинале превзошли армянскую дружину. А в решающие встречи взяли верх над гостями из Северной Осетии. Третье место заняла сборная Дагестана. Я как тренер более пристально смотрю, потому что эти ребята – это наше будущее, которые будут бороться по молодежи, на первенствах Европы, в первенствах мира и уже дальше во взрослой борьбе. На торжественное открытие пришли глава города Салман Дадаев, именитые спортсмены и общественники. Они пожелали спортсменам быть победителями не только на ковре, но и в жизни. Хамза Нурмагамедов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на наших официальных страницах в социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok